Однако и в наши дни оно не допустилось уже. В силу многих причин, в том числе и объективных, финансовых, сокращается вещание на русском языке. В российском медицинском союзе еще допускаются факты давления на русские личные печатные издания. Нет должной реакции даже на ситуацию закрытия русских школ. С этих, к сожалению, сокращается. В этой связи в рамках принятой государственной программы «Электронная Россия» было бы полезно, видимо, выделить раздел по развитию электронных коммуникаций соотечественными, включая интернет-технологии. Отдельное направление – это поддержка русского языка. Основа всей нашей культуры – это издание учебников, распространение классической и современной российской литературы. Пока еще нередко отношение к тем, кто переселяется в Россию. К сожалению, говорю это с болью, наблюдается как к непрошлым гостям. Решение этого вопроса не должно оставаться, отдаваться на уход отдельным чиновникам. И здесь нам нужна четкая, непрессмысленная законодательная база. Россия заинтересована в возвращении с отечественной культуры из рубежа. Это очевидно диктуется и экономически, и неморальными соображениями. И всем комплексом проблем, которые сталкивается Россия сегодня. Ни за тем, ни внутрироссийские, ни международные аспекты отношений с диаспорами до конца не проработаны. Очень сырое законодательство о миграции и статусе беженца. Уже начинается работа над упорядоченной миграционной политикой в этой сфере. И мы будем работать над этим дальше. Будем брать, при этом хочу подчеркнуть, только выполнимые задачи. Мы хорошо представляем себе истинные масштабы нелегарной миграции в Россию. При этом рядовые люди, тех, которых Россия действительно заинтересована, в нарушении действующего законодательства годами мы нужны на ожидание получения российского гражданства. Наведение порядка в этой сфере – одна из важнейших задач. Это помощная и задача в области прав, защиты прав граждан. И, наконец, еще одно иное правление. Россия последовательно идет по пути интеграции мирового сообщества и мировую экономику. Думаю, что у наших соотечественников за рубежом есть все возможности помочь своей Родине в конструктивном диалоге с зарубежными партнерами. Полагаю, это будет взаимополезный процесс. И надо думать, как здесь организовать совместную работу. Большие перспективы есть и у делового партнера. Российские предприниматели только выиграли бы от более тесного взаимодействия с отечественниками. И эта задача не только для российского НИДа, но и для всего делового сообщества России. Российских и зарубежных объединений предпринимателей. И кто только не работает на наших фирмах за границей. И, разумеется, очень многое зависит от граждан России, от их политических и общественных объединений. И, конечно, от ваших организаций. К сожалению, эти ресурсы пока используются плохо. И, думаю, задача нынешнего Конгресса – сделать здесь первые практические шаги. Все это станет, во всяком случае, может стать уверенным в этом абсолютно. Реальным вкладом в консолидацию диаспоры. В укреплении ее связи с Россией. А если это произойдет, то и Россия почувствует положительный эффект на себе. Мы хорошо понимаем защитить наших соотечественников от огульных объединений. Помочь отстоять свои общечеловеческие права. Задача государственная. Нельзя дискриминировать бизнес и культуру только потому, что они русские. У наших соотечественных за границей должны быть равные права с гражданами тех стран, в которых они проживают. И за такие права мы, когда я говорю, мы имеем в виду органы государственной власти России, должны бороться последовательно, квалифицированно, грамотно, настойчиво и твердо. АПЛОДИСМЕНТЫ Разумеется, это мы можем сделать эффективно, только если будем работать в координации с вами. В тесной координации. Выверяем каждый шаг совместно. Современная российская диаспора по своему социальному, национальному и религиозному составу. Лучше и разнородно. Но задачи, которые стоят перед всеми нами, едины, они благородны и вполне достижимы. Сохранить национальную культуру, помочь отстоять права человека, защитить его дискриминацию. Уверяясь, что мы с вами с этим справимся. Но мы не меньше заинтересованы и в том, чтобы ваш интеллект и квалифицированные знания, квалифицированные подходы к решению тех проблем, перед которыми стоит сегодня Россия, и которые, может быть, вами понимаются даже лучше, чем многими здесь в России, могут работать и здесь, на территории самой Российской Федерации. Поэтому еще раз хочу подтвердить свою тезис о заинтересованности в гораздо более тесном общении, чем сейчас. В современном мире не важны географические точки проживания. Важно душевное состояние и стремление, и, как я уже говорил, самоопределение человека. А где он будет проводить большую часть времени года, в Москве, Петербурге, в Лондоне, Париже, в Тель-Ивии, это уже не имеет принципиальных значений. Важен результат совместной деятельности. В заключение, хотел бы выразить уверенность в том, что накопившиеся за долгие годы при пенсии диаспорок российской власти действительно оправданы. Но иногда и не вполне. Но я абсолютно уверен в том, что какие бы проблемы перед нами стояли, ничто не помешает нам чувствовать и стать по-настоящему единым народом. И я желаю успехов. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...